В преддверии Дня труда для представителей средств массовой информации организовали пресс-тур в ТО «Богатырский продукт». Сегодня на предприятии трудится порядка 70 человек. Какие условия работы созданы для специалистов компании, расскажет моя коллега Ксения Куценко. Пресс-тур в ТО «Богатырский продукт» К слову, 50% стоимости питания оплачивает завод. Позаботились здесь и об отпуске. За счет средств предприятия заводчане отдыхают в Турцию и Египте. Сегодня здесь трудится 69 человек. Из них 15 вот в этом цеху по производству макаронных изделий. Алена Глушак работает практически с момента основания предприятия. Сегодня она заведует макаронным цехом. У нас оборудование «Италпас», итальянское оборудование. У нас все автоматически. Мука приходит, все автоматически подается. На макаронных аппаратах стоят по одному оператору. И на фасовке на макаронах один человек, на бешкомаке два человека. Мне работа очень нравится. Я здесь работаю 11 лет. Условия трудом у нас отличные. А это цех по производству семечек. Семена подсолнечника проходят несколько сложных этапов до того момента, как будут расфасованы. Очистка от растительного мусора, мойка, шлифовка. Обжаривают семечки вот в таких печах российского производства. Максимум 8 минут при температуре 165 градусов. На территории завода есть и оптовый магазин. Марка «Богатырский продукт» представлена не только на прилавках нашего региона и других городов страны, но и в соседней России. На экспорт уходит порядка 15% товара. Твердо стоять на ногах в условиях жесткой конкуренции удается при активной поддержке со стороны государства. По дорожной карте бизнеса на это производство у нас выделено 380 миллионов рублей. Получились субсидии от государства и представилась возможность закупить дорогое оборудование. В этом году наше предприятие, опять же, участвует в программе индустриально-инновационного развития в связи с необходимостью собственного производства муки для макаронного производства. Мы строим большой мельничный комплекс. При поддержке государства выделим кредит. Часть кредита субсидируется нашим государством. По программе индустриального развития мы получали кредит порядка 260 миллионов. Средняя заработная плата сотрудников – 57 тысяч тенге – работают на предприятии в одну смену. Ксения Куценко, Роман Куценко. Новости МТРК.